Ну, может, порча или родовое. Все просмотрим. Хочется устроить уже жизнь свою. Все, Ирочка, все сейчас просмотрим. Елена, пожалуйста, начинайте. Вот так легко и просто ясновидящие телеканал ТДК обещают помочь своим телезрителям в решении различных проблем. Снимают порчу, лечат, помогают продвигать бизнес. Увидев одну из передач по парапсихологии, 45-летняя Нишня Камка тоже решила воспользоваться услугами психолога. Женщина позвонила по указанному номеру телефона на экране. На том конце провода ей ответил мужчина. Выслушал ее и сказал, что перезвонит вечером. И добавил, чтобы сама она больше на эти номера не звонила. Нижня Камка в момент разговора даже не заметила, что общалась с неизвестным не в прямом эфире. В тот же вечер ей, как и обещали, перезвонили и сообщили, что у женщины порча. За ее снятие попросили 18 тысяч рублей. Дальше больше. В общей сложности Нижня Камка перевела на счет 300 тысяч рублей. В течение нескольких месяцев потерпевшая переправляла деньги на счета мошенников. О своих действиях она не рассказывала своей дочери. После того, как ее дочь узнала об этом, она уже маме объяснила, что это мошенничество. После этого женщина пошла в движенную часть нашего управления и написала заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, в каком городе сняли деньги. И как так оказалось, что Нижня Камка дозвонилась не в прямой эфир телеканала ТДК, а к неизвестному мужчине. Это далеко не первый, не последний случай мошенничества. Сотрудники, полиция, просят быть бдительнее горожан. Хотелось бы обратиться к населению. Если в ваш адрес будут поступать звонки от неизвестных лиц с предложениями, либо снять порчу, либо звонивший вам сообщает, что ваш родственник попал в беду, просьба не попадаться на уловки, потому что, как показывает статистика, большая часть таких звонков это факты мошенничества. И еще рекомендация. Если что-то болит, лучше обратиться к доктору, а не к экстрасенсу. Айгуль Леблонская, Евгений Лузаев, Новости НТР.